Зимний чемпионат области, матч строитель ЮТЭКС, победа строителя с крупным счетом, результативный матч. Сегодня с нами Марат Мангушев, смотри в кадр. И пара с Новомосковска. Проходите, ребят, мы еще так репетируем. Первый вопрос. Сегодня ты выходил на мини-футбольную площадку, да, перед матчем. Играли важный матч с Матадором. Ну, первый вопрос, как сыграли? Мы выиграли, победили 3-2. 3-2, то есть интрига практически умерла, да? Я думаю, да, там 8 очков преимущество, одна победа в трех играх. Думаю, все нормально будет. Как чувствуешь себя под такими нагрузками? То есть ты сейчас сыграл полный мини-футбольный матч, да, и полный 90-минут матч большой футбол классический. Тут тяжеловат уже, конечно, силу возраста, две игры. Больше, наверное, болячки беспокоят, так, смен покрытий все-таки. А так в целом на тайм большом хватит, на тайм, но не больше. То есть, слава богу, в мини-футболе можно туда-обратно меняться. Там как бы не целую матч, я считаю, но какое-то определенное время. Большой футбол, классический или мини-футбол, какой для тебя сейчас на первом месте? Прямо в данную секунду? Да и в том есть положительный момент, и в том есть положительный момент. Сейчас какой фактор играет больше? Мы соскучились по-большому, хочется на поляне. Да, мини-футбол уже поднаелись. Ну, такие вот игры с Матадором, тогда да, тогда мини-футбол больше интереснее, потому что народ собирается и как-то команды по-другому на поле себя ведут, нежели там с более-менее славными соперниками. Хочется выйти из зала, да, я так понимаю, просто уже душно. Большое уже очень хочется. Давай. И еще пару вопросов о мини-футболе. Хотел спросить о князе Владимире. Ты начинал сезон в этой команде, да? Как оцениваешь выступления команды в этом сезоне, ассоциация мини-футбола «Золотое кольцо» в этом турнире? Оценивать игру команды может тренер, руководство и болельщики, наверное. Ну, мы вроде неплохо начали, потом дом вот проиграли, и нам тренер в силу там причин каких-то сказал, что мы пока на паузе. Вот, а так ребята неплохо, тут шинником дома побились. Ну, удачи им, чтобы они хотя бы куда-то ближе к тройке залезли. Насколько сильно сказался уход Андрея Миронова из команды и вообще Владимирской вот этой банды, которая определяла игру князя Владимира в прошлый сезон? Да очень сильно, очень сильно. Нет, ребята молодые, я не говорю, там, им в какой-то минус, да, неплохо играют. Просто здесь у Андрея опыт, у Жени Мишина опыт, у Дениса Шишкина опыт, у Максима Отмахов. Там, как бы, это люди определяли игру команды. И когда сразу уходит пять человек, конечно, тяжело потом игру-то построить. Так, как бы, получается, с нуля. Возвращаемся к большому футболу. На самом деле, не знаю, слышал ты или нет, зимой от разных команд проходил слух такой. И я слышал о том, что команда-строитель в этом сезоне летнем собирается играть своим воспитанниками. То есть, хотят отказаться от легионеров. То есть, можешь ли ты опровергнуть или подтвердить этот слух? Или просто ничего такого не слышал. Мы пока все собираемся. У нас отношения хорошие, за четыре года сложились уж. Я думаю, если что, они бы индивидуально предупредили как-то. Но о том, что вливать им надо свою молодежь, мы давно уже говорили. Потому что Владимирский подойдет возраст, и уйдут, и должно что-то остаться. Я только за, но это все должно быть органично. Не сразу всех. Все ушли, пришли. Им самим же тяжело будет. Но я ничего не слышал, комментировать не могу. Только от себя. Поделись, какие задачи для себя ставит строитель на зимний турнир, который вы играете. То есть, это только подготовка к летнему сезону, или вы реально хотите выиграть трофей еще один? Не, ну, совру, если мы никаких задач не ставим. Конечно, мы хотим первое место, естественно. Но она как бы является параллельной подготовкой и смотром каких-то новых людей, и вхождением в сезон в плане физики. Надо вспомнить, что такое мяч-пятерка и большое поле. Поэтому задачи ставим, но и всем дают играть. Вы же видели. Поэтому и то, и то. Хотелось бы, конечно, первое место. Ну, три победы вроде у нас уже есть. Как оцениваешь свою готовность к летнему сезону? Ой, я пока не готов. Оп, тяжело, тяжело, пока я не готов. Но я пообещал тренеру, постараюсь как-то кроссами подтянуть еще чем-то. Тактикой. Опытом. Опытом, да, где-то опытом, где-то фартом. Ну, вы же говорите, сейчас молодежь подтягивается неплохая. Мы-то так уже на подхвате, там, кто постарше, да. Мы готовы выйти там, тайм 30 минут, да, подержать. Ну, дай бог, мы как сплав молодости и опыта должно быть. А они чуть-чуть, мы чуть-чуть. И в целом, вот, она игра команды. Ну, видно же, да, поинтереснее чуть-чуть стали играть. Не бей-беги хотя бы. Хорошо. Сегодня во втором тайме в вашей команде появился Ваня Гончаров. Человек, который играл прошлый сезон за Ютекс. Хотел спросить в связи с этим. Вот, во вратарской линии, Ваня, это усиление или замена? Ух ты, провокационный вопрос, да? Нет, в любом случае, человек с опытом, да, конкуренция всегда полезна. Я думаю, они с Никитой, у нас еще Арсений есть, да, на травме, который вратарь. Я думаю, они втроем молодые. Я думаю, все будет хорошо. Я думаю, как, когда, как усиление. Но не списываем со счетов Никиты, чтобы, не в обиду, тоже в тот сезон он отыграл в порядке. Прекрасно, Марат, поздравляем с победой, с загибетом голым. Двумя. Хотим чаще тебя видеть в старте. Ну, это уж по силу возраста и тренеру тогда больше, это тренеру. С дачи тебе, Евзимов, а в летнем турнире. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok